С 8 февраля решением Кабинета Министров в латвийских школах, профшколах и вузах будут разрешены очные консультации для учащихся всех возрастов. Консультативная помощь будет доступна для тех учеников, которые имеют проблемы с обучением, какие-либо технические трудности, выпускников 12 классов и тех, кто нуждается в психологической поддержке. Максимальная длительность таких очных индивидуальных встреч не должна превышать 40 минут. Уже с осени прошлого года в школах Дагубилса существуют команды поддержки, которые включают в себя как преподавателей, так и других специалистов. До этого момента именно данные группы оказывали удаленную поддержку для учеников по самым разным вопросам. Теперь им предстоит включиться в работу по очным консультациям, которая будет организована в зависимости от возможностей каждой конкретной школы. Индивидуальные консультации предоставлялись и ранее, только, конечно, в удаленной форме. В команду поддержки входят школьные психологи, социальный педагог, логопеды, иногда школьная медсестра. И если необходимо, приглашается или заместитель по воспитательной работе, или классный руководитель. Согласно наблюдениям Управления образования, в настоящий момент учащийся Дагубилский школ имеет достаточное техническое оснащение для участия в удаленных уроках, но есть проблемы с мотивацией в учебе и дисциплиной. При этом нагрузка на учителей весьма высока, и для многих предоставление консультаций связано с рядом трудностей. Ведь для прибытия в школу нужно выделить отдельное время, в которое могут быть запланированы уроки. Поэтому в ближайшие дни школы города попытаются найти подходящий формат для совмещения этих задач. Вероятнее всего, на первый план выйдут консультации не с учителями, а с психологами и социальными педагогами, и они будут происходить во второй половине дня. Лично я считаю, что в большей мере это могли бы быть консультации со школьными психологами и социальными педагогами, для того, чтобы предоставить именно эмоциональную поддержку этим детям. Ведь это лучше делать на месте, очно. Возможно, ученик пропустит какой-то урок, но если это ему поможет, даст тело учиться дальше, это будет того стоить. Консультации на месте будут возможны только по приглашению из команды поддержки и при условии, что ученики не пересекаются друг с другом. Во время консультации учитель и ученик должны будут использовать лицевую маску и находиться на расстоянии двух метров друг от друга. На этой неделе Министерство образования и науки намерено подать правительству запрос о выделении учителям дополнительного финансирования для обеспечения консультаций. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугубевской городской думы.